здравствуйте уважаемые коллеги надеюсь меня слышно видно хорошо сегодня тема нашей лекции нашего вебинара современный детский сад каким он должен быть меня зовут туребаев достану рестанович как вы видите на слайде я преподаватель пад и сегодня мы поговорим о теме какой же все таки детский сад современности давайте мы сейчас я сейчас вижу вы пишете давайте мы сейчас попробуем охарактеризовать детский сад современности давайте попробуем одним словом написать каким должен быть детский сад современности одним словом попробуйте пожалуйста ярким мобильным развивающим безопасным атмосферным креативным добрым доступным инновационным развивающимся интересным уютным доступным развивающимся до прилагательные прилагательные это конечно интересно это очень хорошо интересным современным да вот и инновационным современным эти все такие приложения прилагательные они вроде как для нас понятные но когда мы начинаем реализовывать данную деятельность в этом плане появляются много вопросов много проблем так как путей достижения данной цели очень много давайте сегодня определим вообще в каком направлении идет дошкольное образовательное дошкольное образование и чего вообще мы достигли дошкольное образование в цифровом сообществе во-первых это смена образовательные парадигмы от ориентации на устойчивую внешнюю среду постоянно меняющемуся миру что же это значит давайте вспомним то что было в ссср ведь большую часть государственных государственных детских садов строили в ссср и девизом тогда строителей было ну кавычках на века сейчас строительство меняет свое русло и все понимают что знания в области и эргономики и в области организации пространства меняется то есть модернизируется поэтому то что сейчас считается нормой а то и новшество через несколько лет устареет а на место устаревшим знаниям придут новые более практичные и каждый сейчас это понимает поэтому каждому надо быть готовим условия нашей жизни вот например нас россиян которые находятся сейчас дома на самоизоляции ведь всего месяц назад мы предполагу предположить не могли что окажемся дома и нам придется просидеть дома больше месяца то есть мир изменился появился этот вирус и мы теперь оказались дома работаем дома ведемся через онлайн трансляции так далее удаленная работа а пока мы сидим дома площадки которые представляют дистанционные услуги набирает обороты и когда мы на выйдем снова в мир выйдем снова на работу начнем оффлайн работать уже неизвестно что будет популярным вот например есть такая площадка называется зум зум наверное кто то слышал ведь всего месяц назад или даже два два месяца назад на их площадке было зарегистрировано около 10 миллионов пользователей а сейчас уже 200 миллионов то есть представляете в 20 раз увеличилась аудитория при том что их площадка не делал никакой рекламы они просто представляли зум в таком бесплатном варианте раньше у них было ограничение до 40 минут а сейчас все без ограничения то есть аудитория увеличилась в разы вот эта площадка она продвинулась ну и то что вот сейчас мы видим в бинарной площадке тоже она сейчас часто перезагружена так как очень много пользователей очень много площадок используют данную платформу продолжим обновление знаний каждые два года и тенденция к сокращению этого времени то есть о чем это идет речь в последних исследованиях было показано что знания которыми обладало человечество по примеру 30-50 лет назад допустим это было сто процентов сейчас же прошло там 20-30 лет знания которыми обладает человечество увеличилось в 3-4 раза а то и больше и существует тенденция которая говорит о том что знания будут увеличиваться ведь и мир не стоит на месте мы изучаем новые у нас появляются новые технологии помимо знаний в области биологии инженерии технологии астрономии и так далее физики и химии увеличиваются и другие знания в области и дошкольного образования и педагогики психологии сейчас очень популярна нейропсихология поэтому эти знания они не стоят на месте они постоянно совершенствуются модернизируются нам надо понимать что те знания которыми обладали сегодня завтра могут быть не актуальны ну к примеру до внешние знания вот знания о плутоне раньше это была планета сейчас это не планеты продолжим визуализация познавательных процессов с этой темой связаны и интерактивные доски может быть детских садах у кого-то уже есть интерактивные доски 3d моделирование виртуальные пространства и конечно многое другое и уже известно на базе которых дети изучают строение тела историю и другие науки на основе погружения виртуальные пространства поэтому недалек тот день когда наши дети уже будут изучать какую-нибудь науку историю там или химию или физику одевая очки и погружаясь в этот виртуальный мир конечно физиология страдает но я думаю человечество как-то эту проблему тоже решит давайте вот перейдем к развитию процессного мышления развития конструктивного мышления это все закладывается в дошкольном возрасте да и интуиция становится важной составляющей образовательных процессов сейчас очень много публикаций очень много статей говорит о том что интуиции должны обладать опытные педагоги а как это сделать как развить в педагоге интуицию к образовательной деятельности никто об этом не говорит но говорят что надо вот представляете с чем нам придется жить и уже были выделены некоторые компетенции педагога дошкольника 21 века который должен обладать следующими компетенции этика правовые знания то есть нормативно-правовая база ну это я думаю каждый должен знать каждый должен в этом области просвещаться ведь мы должны знать по каким законам по каким правилам мы работаем мы ведем деятельность что мы можем делать чего не можем делать за что нам будет выговор а за что похвала биофизиологическую подготовку а лучше нейрофизиологическую вот о чем я говорил сейчас популярны нейропсихологи которые показывают психологические процессы с точки зрения работы мозга с точки зрения того как нейроны двигаются в определенных ситуациях в ситуациях стресса в ситуациях размышления ну и других психических процессов подготовка в области науки тут речь идет не об определенной науке а в области общей науки наук в целом то есть это и астрономия и география и биология и физиология ну то есть все 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 науки связанные с с детьми дошкольного возраста которым необходимо будет это знать да да я сейчас не говорю о том что ну я вот в чат иногда буду обращать внимание я вот не говорю о том что сейчас это уже надо делать но я говорю о том что тенденция будет такова что придется педагогам вообще специалистам различных областей ежегодно повышать свою квалификацию технологическую подготовку так как у нас сейчас цифровизация различные и технологии и цифровые технологии и компьютерные технологии каждому человеку необходимо их осваивать ведь нам и обучаться приходится нам приходится обучать детей для того чтобы вы вошли сейчас в этот вебинарную комнату вам пришлось а освоить сначала сайт наверное нашим пада дальше зарегистрироваться все ввести дальше перейти по ссылке у кого не работала ссылка установить google chrome и после того как вы установили google chrome ввели свои данные и попали на вебинарную платформу ведь это тоже определенные знания в области экологии устойчивого развития очень популярная сейчас тема экология поддержка экологии защита экологии за рубежом это очень такая наболевшая тема в россии тоже набирают обороты и в соцсетях мы можем увидеть различные хэштеги и так далее и популярные марафоны и о том как необходимо заботиться о нашей земле о нашей планете поэтому и детям необходимо прививать знания и любовь к нашей планете к нашему миру подскажите пожалуйста у всех ли я сейчас в чате вот вижу кто-то пишет что зависает видео у всех ли оно зависает у меня ли проблемы или все-таки проблема у тех у кого зависает видео так картинки весь нет нет видео угу я я вас понял так сейчас я попробую обновить страницу хорошо и мы продолжим так а сейчас лучше стало ну главное что слышно хорошо это самое главное зачем ну видео это необязательное я так думаю так давайте продолжим вот знания в области экологии источного развития билингвальное мышление то есть мышление двуязычное то есть педагогу необходимо будет расходить язык который сейчас считается популярным но сейчас это английский язык ну это повышение квалификации ежегодные то что говорят специалисты прогнозы прогнозы предстоящих лет то что педагогам необходимо будет повышать не только не только педагогам но вообще специалистам надо будет повышать ежегодно свою квалификацию так так я пытаюсь слайд переключить я сейчас отправлюсь извините Это концепция образовательного результата в дошкольном образовании взятая из программы «От рождения до школы». Она очень хорошо здесь прописана о том, к каким целям мы стремимся, к каким образовательным результатам мы стремимся в своей деятельности. Во-первых, это мотивационные образовательные результаты, это предметные образовательные результаты и универсальные образовательные результаты. Немного поговорим поподробнее о этих образовательных результатах. Мотивационные образовательные результаты. Смотрите, презентация и различные ссылочки, которые сейчас будут в нашем вебинаре. Вы можете скачать сейчас самостоятельно. Здесь у вас есть вкладочка «Документы», «Файлы». Нажимая на эти файлы, вы можете скачать и презентацию, и документы с ссылками различными. Вот мотивационные образовательные результаты – это ценностные представления и мотивационные ресурсы. Во-первых, инициативность, о чем можно прочитать в ГОС-2013 год и в ГОСДУ. О том, что ребенку необходимо создавать условия для развития инициативности и самостоятельности. Далее, позитивное отношение к миру. О позитивном отношении к миру раньше говорили, потом забыли, сейчас снова заговорили. На самом деле это так, ведь нам необходимо воспитать ребенка таким образом, чтобы он любил этот мир. Чтобы он не просто жил в нем, а чтобы понимал, что жизнь, она очень интересная. И что в этом мире необходимо положительно себя оценивать. И, конечно же, позитивное отношение к самому себе, о чем я сейчас сказал. Позитивное отношение к разным видам труда. Представление, что такое хорошо и что такое плохо. Патриотизм, стремление к здоровому образу жизни. Предметные образовательные результаты. То есть это наши зоны. Овладение основными культурными способами деятельности. Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. Овладение начальными знаниями о себе, семье. Овладение элементарными представлениями об окружающем мире. Основными культурно-гигиеническими навыками. Хорошее физическое развитие, конечно же. Хорошее владение устной речью. Хочу подчеркнуть, на хорошем физическом развитии уже доказана корреляция между умственным развитием и физическим развитием. Поэтому, конечно же, физическое развитие здесь должно стоять на высоком месте. Так, продолжим. Универсальные образовательные результаты разделяются на когнитивные способности, коммуникативные способности и регуляторные способности. Во-первых, это любознательность, если говорить о когнитивных способностях. Развитое воображение. Умение видеть проблему и находить ее решение. Способность самостоятельно выделять цель. Коммуникативные способности. Умение общаться. Способность действовать с учетом позиции другого. Умение организовывать и планировать совместные действия. Умение работать в команде. Так. И регуляторные способности. Умение подчиняться правилам. Целеполагание и планирование. Прогнозирование. Самоконтроль и коррекция. И возвращаясь к нашей теме. Каким может быть современный детский сад. Я бы хотел процитировать кандидата психологических наук, клинического психолога. Доцента кафедры возрастной психологии Юлию Кочеткову. Которая говорит, что на психологический комфорт и развитие детей влияет и дизайн, и архитектурные решения. Использование при создании того или иного детского сада. Ведь мало просто построить детский сад, красивое здание. Нужно учесть то, чтобы детям нравилось в нем находиться. То есть это и парки, и бассейны, и интерактивные панели, и трансформируя пространство. Ведь в советское время об этом не шла речь. Скорее там строили на века. Строили такие здания, чтобы они держались крепко, массивно. И не думали о том, что ребенку это должно нравиться. По словам Кочетковой, использование сборных элементов, инновационной мебели, которые позволяют по-разному оформить комнаты и многоцелевые пространства, представляющие новые формы обучения, является одним из основных требований к современному детскому саду. Опрос родителей детей дошкольного возраста. Показывают, что многие из них также неравнодушны к этой теме. И указывают на необходимость наличия в детском саду. И цветовых решений различных аудиторий. И комнаты уединения, где ребенок может спокойно сидеть и заниматься своими делами. Комнаты уединения или места уединения. И различная наполняемость аудитории также должна быть представлена. Создавая пространство детских садов, необходимо учитывать ее развивающийся характер. Но ключ к качественному образованию и испытанию лежит не только в хороших книгах, правильных игрушках и дидактике воспитателя. Обстановка детского сада должна быть максимально комфортной, неагрессивной и безопасной для детей. Интерьерное пространство детского образования и учреждения должно соответствовать требованиям. И эргономике тоже. Ну вот, давайте вспомним, например, наши детские сады, которые находятся... Я очень хорошо осведомлен детскими садами, которые находятся в Москве, так как, например, в прошлом году мы проводили исследования детских садов и вообще детей. И поэтому мне приходилось ездить по различным детским садам города Москвы. И вот приезжаешь, например, в детский сад, ты его первый раз видишь, заходишь в него и понимаешь, что этот детский сад очень похож на предыдущий детский сад, в котором ты находился. Потому что интерьерные решения, которые строили, например, в Советском Союзе, они были типовые. То есть было каких-то 10-15 макетов детских садов, и на основе них начали строить детские сады. Вот я вот работал в детском саду, у нас был напротив детский сад. Попадаешь в другой детский сад, он, в принципе, точно такой же, как и у нас. То же самое расположение, и ты прекрасно знаешь, где что находятся, какие кабинеты, какие аудитории, где находятся. И очень трудно было запутаться, очень трудно было заблудиться в данных детских садах. А сейчас же детские сады везет тем, кто находится в строящихся каких-то участках, в строящихся местах, или Москвы, или других городов. Ведь там уже начинают учитывать и эту самую эргономику, которая сейчас становится популярной. Ведь она учитывает и то, как ребенок относится к различным предметам, и то, как он будет тянуться к различным предметам, как он будет сидеть, столы и стулья, где будет находиться окно, в каком месте, на каком расстоянии от пола оно будет находиться. И вот эти все многие вещи, ведь это физиология ребенка, физиология человека, от этого зависит то, наполняемость группы и наполняемость вообще детского сада. Везет таким людям, везет таким детям, которые будут посещать такие детские сады. А наши детские сады, ну да, 47, как я и говорил, 50 лет примерно, 50 лет назад начинали строить основные детские сады, которые находятся сейчас и в Москве, и вообще по России. Их строили очень давно, и поэтому интерьер там немного такой грубоватый, можно сказать. Дети любят красоту, дети любят яркость. Мы пытаемся сделать из нашего детского сада конфетку, но не всегда это получается на самом деле. Если бы это изначально было заложено, то было бы нам намного легче в таких детских садах работать, и детям было бы намного легче и интереснее посещать такие детские сады. Ну, надеюсь, сейчас различные тенденции, различные концепции развития образования и дошкольного образования говорят о том, что детские сады будут менять, развивать и так далее. Но очень трудно об этом говорить, учитывая сейчас сложившуюся ситуацию и то, что вообще происходит у нас в стране. Продолжим. Вот я говорил о таком внешнем обустройстве детских садов и вообще о пространстве детского сада, но очень мало говорил о том, о содержании вообще образовательной организации, о содержании деятельности педагогов и руководства, администрации родителей и детей. И это очень хорошо, ведь все это уже представлено в одном пособии, который называется «Современный детский сад, каким он должен быть». Наверное, при входе в вебинарную платформу вы увидели уже обложку этой книжки, и кто уже познакомился с ней, может подтвердить мои слова то, что в этом пособии, в этой книге описаны насущные проблемы вообще современных детских садов. И представлены некоторые решения, методические рекомендации о том, как нужно вести свою образовательную деятельность. Вот у меня есть данные пособия, я его читал, очень интересно. Автор данного пособия, как сказать, автор, коллектив авторов, это преподаватели и воспитатели в первую очередь, и диагностики, исследователи дошкольного образования, куда входят и Ольга Александровна Шиян, Игорь Богданович Шиян, также Вилутск, Воробьева, Журавлева, Логинова, Татьяна Николаевна Ливан, Шининикова и многие другие. И здесь можно вначале увидеть то, каких целей придерживаются данные пособия. Книга помогает найти ответы на многие серьезные, насущные вопросы дошкольного образования. Во-первых, что такое голос ребенка? Как с ним работать? Как реализовывать данную деятельность? Как организовать пространство детских садов? Чтобы дети не мешали друг другу, а наоборот, продуктивно и взаимодействовало друг с другом. И многое другое. А платформой для написания данного пособия послужило исследование, которое проходило с 2016 по 2017 года, где участвовало 423 детских сада. В 2016 году и в 2017 уже более 1300 детских садов. И очень много экспертов исследовали они таким образом. Исследователь, эксперт находился в условиях детского сада, но не вмешивался в образовательный процесс. То есть, сидел и наблюдал. И на основе этого уже принимал определенные решения. Но решения, конечно же, не от себя. Они пользовались шкалой для комплектной оценки качества образования дошкольных образовательных организаций, хейкерс. Которая была популярна в Америке, которая сейчас популярна и в России также. На основе данных шкал в Америке, например, было показано, что очень низкое качество дошкольного образования у них. И на основе этих шкал у нас в России было издано одно из пособий, которое так и называют современный детский сад. В этом пособии есть различные разделы, особенно интересные, как организовать пространство в группе. «Зачем стенам говорить? К школе готов? Закрывается ли образование на обед?» Или мы просто говорим «Молча едим, сидим?» «Как сохранить баланс безопасности и свободы двигательной активности?» Такой интересный вопрос. «Как говорить, чтобы дети думали? И как думать, чтобы дети говорили?» Данное высказывание хорошо характеризует технологию развивающейся диалог, который также представлен в программе «От рождения до школы». Здесь представлены некоторые правила, которые описывает Николай Генчев и Раксов, с помощью которых может руководствоваться воспитатель своей деятельности. Во-первых, относиться к ребенку тепло и уважительно. Действовать в зоне ближайшего развития, опираясь на детские смыслы и стимулируя освоение новых способов действия. Создавать условия для развития самостоятельности и инициативности у детей в разных видах деятельности. И создавать условия для развития у детей продуктивного взаимодействия в больших и малых группах, с детьми разного возраста и взрослыми. Ведь вот это пособие, оно строится на основной цели. Ребенок по своим возможностям выше взрослого. Мешательство взрослого в процесс детской активности нежелательно. Ведь взрослый призван обеспечить богатство предметно-пространственной среды, не навязывая ребенку готовых с кем. Эта идея находит выражение в метафоре «Голос ребенка», которое очень хорошо представлено в данном пособии, о котором я также буду вести вебинар в следующую среду, 15 апреля. Ну ссылочку я вам скину, но данный вебинар будет не бесплатный. Сразу оговорюсь и расстрою, возможно, внуки. «Голос ребенка» — это проявление детьми своей индивидуальности, которая позволяет взрослому взаимодействовать с ребенком, с его натуральным видением мира. Вообще, современное дошкольное образование основано на линии детоцентризма, где ребенок рассматривается как субъект образовательного процесса, который по своим возможностям, как я уже говорил, выше взрослого. Но некоторые культурные формы, некоторые условия и правила, которыми должен пользоваться ребенок, необходимо ему прививать. Однако это чревато некоторыми последствиями, ведь прививая некоторые такие правила, мы ограничиваем ребенка, мы ставим ребенка в определенные рамки. И за эти рамки ему потом будет сложно выходить. Формальный интеллект Жанна Пиаже. Кто читал, может быть, понимает, о чем я сейчас говорю. Ну а Пиаже как это было? Сначала формируется формальный интеллект ребенка, то есть на основе правил, на основе правил взаимодействия в определенных ситуациях. А после этого уже появляется диалектическое мышление, с помощью которого ребенок находит новые пути решения, новые возможности. Давайте я вообще видео отключу, извините. Надеюсь, сейчас лучше слышно. Видео это необязательное. Главное, то, что я, наверное, говорю. Вот по Ольге Александровне Шаян, голос ребенка – это стремление ребенка заявить о том, что он есть. И хочу сказать, что голос ребенка – это одна из инновационных технологий программы от рождения до школы, которая уже представлена в определенных детских садах, по которым работают. И потом, по тому, как с ней работать, как сформировать позицию для того, чтобы услышать голос ребенка. Это все будет в вебинаре, который пройдет в среду. Я вам давайте ссылочку скину, посмотрите, вдруг кому будет интересно. Так, секунду. Вот эта ссылочка. Продолжим, давайте. Так. Очень важно услышать голос ребенка, ведь это все-таки современная технология. Это то, с чем работает за рубежом, это то, с чем будет придется работать и нам в детских садах. У ребенка появляется возможность быть понятым. Возникает чувство уважения со стороны сверстников и взрослых. Процесс воспитания становится более осмысленным со стороны педагога. Голос ребенка позволяет педагогу обогатить свой профессиональный опыт, профессиональные знания во взаимодействии с ребенком. Я понимаю, что сейчас очень многие скажут о том, что они и так слышат голос детей, о том, что они умеют работать с детьми, но, однако, голос ребенка – это не просто услышать ребенка, это не просто понять его. Это технология, которая позволяет работать с голосом ребенка, позволяет ему развить инициативность, стать более самостоятельным. Да, мы понимаем, что это уважение его мнения, это уважение к его определенным высказываниям, но этого недостаточно, ведь необходимо, чтобы ребенок понял, что его не просто слышат, а его понимают. Его голос, он должен быть трансформируем в определенный продукт. О том, как это сделать, я расскажу на своем вебинаре. Продолжим. Может быть, кто-то слышал о семи золотых принципах дошкольной педагогики, которые представлены в программе «От рождения до школы». Там и зона ближайшего развития Льва Семеновича Выгодского, и амплификация Давыдова, и теория деятельности, и многое другое. Но самое важное, на мой взгляд, то, что инновационное, это пространство детской реализации, о чем говорит Николай Евгеньевич Вираксон. Создание пространства детской реализации – необходимые условия развития, индивидуальности и формирования личности ребенка. И вот голос ребенка является неотъемлемой частью создания пространства детской реализации. По Николаю Евгеньевичу Вираксон, даже среда с богатой материальной средой, то есть где много игрушек, где все-все представлено, она может быть не совсем эффективной работать в плане воспитания и образования детей, чем среда, в которой существует пространство детской реализации. Ведь просто давая ребенку игрушку, мы не получим достаточный эффект для того, чтобы ребенок развился, как личность. Он проявлял свою инициативу и стал более самостоятельным. Все это на самом деле зависит, правильно. Среда – это третий воспитатель. Ну да, с какой-то стороны это так, придерживаясь культурно-исторической теории, зоны ближайшего развития Левосемного Чевоготского. Но на самом деле воспитатель – это человек, педагог, человек, который организует эту среду. Среда для него существует как инструмент деятельности с ребенком. Среда позволяет педагогу организовать свою деятельность. И в зависимости от того, какой среде, и в первую очередь в зависимости от того, какой педагог опытный, инициативный, который проявляет свое творчество, своей деятельности, от этого зависит, какой ребенок получится у нас, каких результатов мы сможем добиться. И напомню о том, что в 2019 году вышла индукционная программа, пятое издание программы от рождения до школы. Главная цель дошкольного образования – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических, национально-культурных традиций. Эта цель сейчас очень известная. Ее можно было услышать в майских указах президента Российской Федерации 2018 года. И эта цель всегда была целью программы от рождения до школы. К программе от рождения до школы уже вышло очень много пособий, которые отличаются характером дизайна к новой программе от рождения до школы. Но та классика, которой до сих пор пользуются и педагоги, она тоже до сих пор остается актуальной. Однако, хочу заметить, что новые пособия, они отличаются дизайном. Во-первых, цветовой гаммой. Они сейчас цветные, и на основе этого очень хорошо видно, какие области, какие темы представлены. То есть, человек, который только пришел, находится еще в среде, где он еще малоопытный, он спокойно открывает пособие, может работать по нему, вести свою деятельность. Ну вот, например, по вопросам оптовых закупок обращайтесь в издательство Мозаика Синтез doosobakamosbook.ru А вот, если вы хотите приобрести пособие индивидуально, то сейчас администратор скинет вам ссылочку на сайт школы Семигновов, там вы можете приобрести данные пособия и вам их доставят на дом. Еще хотелось бы сказать о том, что сейчас на сайте школы Семигнов действует промокод МПАДА, это Международная педагогическая академия дошкольного образования, от которой сейчас как раз слушаете наш вебинар. Вводя промокод МПАДА, вы получаете скидку 25% на любое пособие, на любую книгу от школы Семигнов. Напомню о том, что наша конференция СССР 2020, может быть, кто-то уже зарегистрирован на нее был, она перенеслась на осень в связи с очевидными ситуациями в стране и вообще в мире. И осенью она пройдет в МГИМО, так что приходите, кому будет интересно, будут выступать ведущие деятельности, деятели дошкольного образования. И насчет сертификатов. Очень часто на нашу почту приходят письма о том, что человек не смог скачать или ему не пришел сертификат. Напоминаю о том, что наши сертификаты находятся в личном кабинете МПАДА. Вы там делаете заявку на определенный вебинар. Пройдя на эту заявку, вы можете увидеть там лекции и сертификаты. Вот вкладка лекции. Многие по ней прошли и повыкновили наш вебинар. В течение дня эта ссылка заменится на запись вебинара. Кому не удалось в нормальном качестве посмотреть этот вебинар, может посмотреть его в записи. Также то же самое, пройдя по данной ссылке в лекции. Сертификаты находятся в вкладке сертификат. Они также появятся в течение дня. Пройдя по ней, вы сможете скачать сертификат. И ресурсы для педагога. Конечно же, это наша Академия. Я ее очень люблю и вам советую ознакомиться с нашими новыми вебинарами, лекциями, курсами и многим другим. В новостях у нас появляется очень часто много нового о том, какие изменения происходят в нашем дошкольном образовании. Школа семи гномов, где можно получить пособия, методические различные книжки и так далее. Аркады. Это ассоциация развития качества дошкольного образования. Сейчас о качестве дошкольного образования очень многие говорят. И уже существует, как я говорил, Экерс, на основе которого было написано данные пособия современный детский сад. Также и различные шкалы МОВЕРС, и оценка качества дошкольного образования под редакцией В России тоже есть свой сайт. Вот наш сайт Аркады, который также занимается оценкой и развитием качества дошкольного образования. Поэтому заходите, регистрируйтесь. Для участников есть различные бонусы, включая подписку на различные журналы и так далее. Ознакомьтесь, возможно, кому-то будет интересно. Про конференцию я говорил, и вот звезды дошкольного образования это как раз таки направление, которое способствует объединению различных детских образовательных организаций для достижения цели как качества дошкольного образования. В принципе, на этом все. Спасибо большое, что посетили.